В какой-то степени интенсивность, не в какой-то, а в большой степени интенсивность поединка. Вот этот красавец, француз, тяжеловец Анжела Парези, человек с удивительной судьбой. Обратите внимание на фамилию Парези, явно французская, столичная фамилия. Родился в Италии, стал заниматься дзюдо в Италии. Он пробовал себя за сборную Италии, был призером всевозможных соревнований. Поляк Решко, его соперник. Потом семья переехала в Англию, и он был участником Олимпийских игр, розовым призером в составе британской команды. Ну и затем вернулся на историческую родину, если можно так сказать, соответствующую его фамилию. И вот здесь, в Москве, в великолепной форме оказался этот мощный парень. Он стал Олимпийским чемпионом. Причем любопытно, что боролся Олимпийским чемпионом, он стал в категории свыше 95 килограммов. Тогда это тяжелый вес считался. А боролся в финале открытой весовой категории, это классическая категория, с того, с чего начиналось дзюдо. Когда вообще не было категории, и спортсмен любому весу мог выступать. И вот там боролся в финале, по большому счету Паризи, ну, прихватили, судили с восточным немцем Дитмаром Лоренцем. Это мое мнение, и не позволили французу выиграть два золота. Очень мощные захваты у Паризи, достаточно длинные. Великолепно делает переднюю подножку, глубокую такую, видите, сейчас задняя была. Бросок через спину с этого захвата. Сумел выиграть на этих играх и у надежды советской сборной Сергея Новикова, Олимпийского чемпиона. Но четыре года назад Новикова был Олимпийским чемпионом в тяжелой весовой категории свыше 95. Выиграл, кстати, тоже у немца, но у западного немца, немца Гюнтера Найройтера. Вот что-то не сложилось с подготовкой у наших ребят, тяжеловесов в Москве и Паризи. Новикова схватка, ну, прошла фактически в одни ворота. Великолепный бросок через спину сделал Анжелу Паризи. Обратите внимание, вот нынешние спортсмены, как подбирает захват, длинный захват, из-под руки выбирает пройму кимоно, видите, делает длинную. И разбегаясь, начинает затаскивать спортсмена, заставляет двигаться за собой. И тут же у него идет атака. По нынешним правилам, польского спортсмена давно бы уже засудили за уход от активной борьбы. Но тогда правило в трактовках была чуть-чуть другая. Вот опять начинает по окружности перемещаться. Очень легко, хотя спортсмены, еще раз говорю, тяжелые. Посмотрите, вот великолепный подворот в левую сторону, подножка в базаре за бросок. Классный бросок. Это спортсмены тяжелой весовой категории. К этому моменту, конечно, Паризи уже, ну мало того, что он вот в этот день оказался на пике формы, а у джидаистов состязание проходит в один день. Причем, по-моему, это его третьи Олимпийские игры. В принципе, достаточно Анжелы для победы в этой схватке. Смотрите, насколько выше поляк, мощнее. Тем не менее, физически Паризи очень силен. Мощная спина, узкая талия, крепкие, сильные взрывные руки. И поляк ничего не может сделать. Ну, Паризи... Нет, а оценка-то, между прочим, Юка за этот бросок. Не в Азаре, а Юка. Боковой арбитр дал отмашку, что это полпобеды в Азаре. Вот мы его как раз в экране во время броска и увидели. Опять уже легче себя свободе чувствует Паризи. Он король на татаме сейчас. И классный подворот срывается. Захват вот этим приемом фактически в движении выиграл он у советского спортсмена Сергея Новикова. И посмотрите, насколько функционально упахался высокорослый, мощный поляк. Он килограммов на 30 тяжелее. Посмотрите, голова даже больше. Тяжелее, чем Паризи, а еле дышит. Почему? Потому что за счет захватов, за счет перемещений уходил француз-поляка. Остается меньше минуты до конца встречи. Мне самому интересно смотреть эти соревнования спустя, вот еще раз скажу, 30 лет. В конце августа, по-моему, были состязания дзюдоистов. В самом конце августа на Олимпиаде в Москве. Я, наверное, представлюсь, забыл сказать, что с вами вот эту архивную видеозапись наблюдают комментаторы телеканала НТВ. Плюс Владимир Иванович, мастер спорта по самбо и дзюдо. И с огромным интересом, конечно, мы вот со всей нашей, с ребятами московскими, кто занимался тогда дзюдо, стремились достать билетик. И вот билеты было достать предельно сложно. Работали спекулянты, которые в три дорого продавали. Причем у меня отец, как сотрудник, руководитель спортивного телевидения советского, имел такие, так называемые, контрмарки, которые давали право приобретения билета. Даже по этим маркам невозможно было порой достать. Но всеми правдами и неправдами старались попасть. Вот состязание по дзюдо удалось посмотреть. Юсей Гачи, сложная победа, так переводится. Выиграл Анжела Паризи.